Сегодня мы поговорим об автомобиле, цена которого всего 100 тысяч рублей. Вес этого автомобиля всего лишь 900 килограмм. Если вы где-то на нем застряли, то вы очень легко выкатите его из любой ямы, потому как катится он очень легко. Можно использовать его в качестве снаряда для физкультуры. Это Peugeot 106 97 года выпуска. Вопреки расхожему стереотипу о том, что в микролитражках очень маленький багажник, здесь сидений даже не сложены. Смотрите, какой здесь багажник. В качестве испытания проведем один очень простой тест. Если я влезу в этот багажник и крышка закроется, значит это очень просторный багажник. О! Не самый просторный багажник, прямо скажем. Но факт в том, что я в него вместился. Все очень комфортно. В принципе, можно так проехать в багажнике километров 50 точно. Один маленький-маленький хлястик. Сидение поднимается. Оголовничек снимается. Маленькая защелка. И, собственно, с соседним сиденьем мы проворачиваем тот же самый фокус. Поднимаем. Защелка. Опускаем. 30 секунд времени. И сюда влезет стиральная машинка. Комод. Центнер картошки. И еще много-много всяких габаритных грузов. Маленькая машинка, казалось бы. Четырехцилиндровый рядный двигатель объемом 1,1 литра. Механическая коробка передач. При весе автомобиля всего лишь в 900 килограмм этот автомобиль практически не потребляет бензин. При том, что бак установлен на 45 литров полторы тысячи рублей в месяц. На топливо будет тратить это максимум. Ритуал с замками. Заводится, надо сказать, очень бодро и очень быстро. А вот к сцеплению придется попривыкнуть, конечно. После Волги крайне оборотистый автомобиль. Очень быстрая динамика разгона. Ну, за счет веса. Вот сейчас мы проверяем, насколько этот автомобиль быстр на полном ходу. И я вам хочу сказать, друзья, что это просто сказка, а не автомобиль. Едет просто прекрасно. У-ху! И вот вроде бы казалось, здравый смысл диктует, что пора бы уже остановиться и продолжать дальше съемки. Но я не могу остановиться. Я хочу ездить и ездить на этом автомобиле. Утапливать педаль в пол, развивать максимальные обороты и наслаждаться превосходной управляемостью данного автомобиля. Отсутствие гидроусилителя руля дает вот этой замечательной баранке такую информативность и отдачу, что вы чувствуете буквально каждый-каждый метр-сантиметр дорожного покрытия. Это является прекрасной, отличительной чертой гоночного автомобиля. Маленький бомбовоз, просто чума! Если вы начинающий водитель, и вам выпадет такая редкая удача найти подобный автомобиль за каких-то 100 тысяч рублей, не упускайте свой шанс. Это просто идеальнейший автомобиль. Кузов идеальный. Ходовка идеальна. Двигатель идеальный. Салон идеальный. Все идеально. Все, я поехал. Смотрите «Утро на Енисея». Утро на Енисея.